В арбатном захвате такой момент есть. Приемов очень много, да? Вот такой вот простой момент. Вот это крючок не должно тут торчать, оно должно внутри, вот. Вот таким движением. Раз мы заправляем крючок, вот уже перехватили сюда. Вот этот крючок захватывает, и отсюда можно бросить его проливом сюда, допустить, да? Вот. Вот когда крючок вот так стоит, это тоже неудобная ситуация. Он заходит, забирает любой крючок захват и сбивает так. Да. Поэтому вот эту крючок нужно заправлять. Вот обычно заходит движение вот сверху, вот сюда движение вот. И вот сюда пошли, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, вот с курточкой. То есть, если мы берем без противника, получается, что вот мы делаем движение. Вот. Вот. Эта нога делает большую сверху, эта нога делает меньше. Вот. И тогда происходит у нас вот такое движение. Вот, вот с курточкой вот. И здесь он должен поднять его и скинуть его на лопатке. Вот пошли сюда. Если он убирает его, мы заходим сюда и оттуда заходим. Вот опять это движение. Вот мы скинем его сюда. Он тянется туда. Заходим оттуда, вот изнутри. Вбиваем его сюда. Вот обоеду захват. Вот обоеду захват. Если я выигрываю, остаются секунды. Мне не надо идти в захват. Мне надо спускаться его сюда. Вот. Спускаться его сюда. Зачем идти в захват? На последних секундах, если ты выиграешь схватку, ты потенциально уже, я зашел человеку в захват, ты потенциально уже даешь ему преимущество. Вот. Ну и сегодня еще передняя подсечка. Передняя подсечка. Отшагиваем. Отшагиваем. Передняя подсечка еще. Все. Спасибо.